Всем привет, дорогие друзья! Сегодня делюсь с вами обзором на утюг Morphe Richards Turbo Steam Pro Electronic 303-125. Это видео будет особенно полезно тем, кто не хочет превращать глажку белья в рутинное занятие, и кто, как и я, хочет делать это быстро и с удовольствием. Ребят, кто не знаком с брендом Morphe Richards, это старейшая британская компания, основанная в 1936 году и выпускающая все виды современной бытовой техники. На сегодняшний день в России Morphe Richards действительно приобрел популярность и призвание. Начну я с основного, с характеристик. У утюга мощность 3100 Вт, и по мощности он сопоставим с парогенератором. В результате утюг быстро нагревается, его постоянный пар 55 грамм в минуту, а паровой удар 200 грамм в минуту. У утюга есть опция вертикального отпаривания. Лично для меня это очень важно, потому что можно разгладить все сложные складки и на одежде, и, например, на шторах или тюле. У утюга длинный шнур 3 метра. Это очень удобно, что, находясь в комнате, не нужно использовать удлинитель, а можно гладильную доску поставить туда, куда тебе нужно. В комплекте с утюгом идет увеличенная емкость для воды размером 400 мл, что не требует постоянного подзалива. Это, на самом деле, очень удобно, потому что вот в предыдущем утюге у меня была емкость размером 250 мл, и когда у меня было много глажки, мне постоянно приходилось ходить на кухню и доливать воду. Также хочу обратить ваше внимание на дизайн утюга. Вы знаете, что мне очень нравятся какие-то черные элементы декора в интерьере, и также мне нравится бытовая техника в черном цвете. Когда я смотрю на этот утюг черного цвета с красными элементами, мне кажется, он очень стильно смотрится. Также утюгом просто управлять, не нужно крутить реле, потому что все опции на цифровом дисплее. Подошва утюга имеет три функциональные зоны, а узкий носик утюга легко проглаживает труднодоступные места. Срединная зона отвечает за непрерывную подачу пара, под действием которого ткань размягчается. Нижняя же зона прижимает ткань, а подвернутая кромка препятствует повторному сминанию. Потому что, знаете, у меня часто бывает, особенно когда я глажу мужские рубашки, что когда ты утюгом делаешь движение назад, то появляются какие-то складки. Здесь такое практически исключено. Что касается режимов и переключаний, здесь все очень просто. Я разобралась даже без инструкции. Здесь всего четыре режима. Это нилон шелк, шерсть полиэстер, хлопок и режим максимальной мощности. Лично я чаще всего пользуюсь режимом максимальной мощности, потому что основной объем вещей для глажки у меня из хлопка. И постельное белье я часто глажу сложенным в несколько раз. И на максимальной мощности очень удобно, что тебе не обязательно проглаживать белье со всех сторон. Здесь, ребята, я решила потестировать утюг. На такой супер мятой вещи. Мало того, что у этого платья сама по себе ткань сжатая. Плюс еще я решила усложнить задачу для утюга. Платье скомкало. И какое-то время оно полежало в таком состоянии. Но, как вы видите, для утюга это не проблема. Он отлично все проглаживает. И благодаря узкому носику добирается до всех труднодоступных складочек. И этот утюг, как и практически все утюги от Morphe Richards, оснащены системой очистки от накипи. Потому что накипь это действительно проблема. И это основная причина поломки утюгов. Причина появления накипи это жесткая вода. И чтобы очистить утюг от накипи, достаточно просто промыть его под строю воды так, как написано в инструкции. Ребят, также у утюга есть функция автоотключения, что очень удобно. Особенно, когда у хозяйки много дел. Есть дети, когда она постоянно отвлекается. И также на утюг распространяется гарантия 2 года, что очень важно при покупке. Друзья, ссылку с более подробным описанием утюга я, как всегда, оставлю внизу в инфобоксе под видео. Так что, кому интересно, проходите, смотрите и выбирайте. Ну а всем своим зрителям я пожелаю, чтобы глажка белья у вас проходила с легкостью и с удовольствием. Потому что, если вы пользуетесь классным утюгом, то это занятие может стать настоящим релаксом. На этом я буду с вами прощаться. До встречи в новых видео. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok